В Татарстане может появиться сайт опасных автошкол. Попасть в этот список могут все учебные заведения, чьи выпускники чаще всего нарушают правила дорожного движения. Между тем, сами инструкторы в эти дни выступают в роли учеников. Нижнекамские сотрудники автошкол сдают экзамены. Многие делали это последний раз 10 лет назад. В узле экзаменационного кабинета очередь. Но это не новички, которые пришли сдавать на права. Наоборот, те, кто в автошколах, преподает правила дорожного движения. На этот раз они демонстрируют инспекторам свои знания. Когда право сдаешь, изначально больше страх. Сейчас тоже опыт есть, поэтому не так уж и страшно. Большинство справляется с проверкой знаний. Но есть и те, кого ждет пересдача. Кто-то подзабыл административный кодекс, кто-то путается в поворотах на перекрестках. Бывают и непростительные ошибки. Как вы должны поступить с пассажирами при вынуждении на остановке на железнодорожном переезде? Ну, довольно такой жесткий вопрос. Железнодорожный переезд. Как все знаем, что на этом месте, то есть на железнодорожном переезде, что идти нельзя. И, соответственно, сразу должен быть ответ немедленно высадить. Ну, что-то там начинает другой ответ вставлять. Высадить, попытаться убрать машину. Те инструкторы, которые завалили экзамен, должны будут его пересдать. Иначе группа, которой они преподают правила дорожного движения, не будет допущена до этого теста. Каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие в городе Нижнекамске, в Нижнекамском районе, происходит по вине водителям со стажем до трех лет. То есть это довольно-таки серьезная цифра. Но ее как можно, чтобы вообще таких цифр не было. Это лишь одна программа из целого комплекса по улучшению дорожной обстановки в городе. Позже инспекторы ГИБДД проверят материально-техническую базу автошкол. Проведут еще ряд мероприятий. Если будут выявлены нарушения, могут отозвать лицензию, а вернут ее лишь после решения всех проблем. Евгений Евневич, Александр Комаров, Ренат Харасов. Вести Татарстан. Продолжение следует...